Сегодня мы находимся в Иерусалиме и будем говорить о сопротивлении и о том, как побеждать сопротивление, чтобы исполнить волю Божию. Мы рассмотрим жизнь Ниемии в том самом месте, где он отстроил стены. Оставайтесь с нами, я вернусь через минуту. Добро пожаловать на Мировое Влияние, добро пожаловать в Иерусалим. Я нахожусь сейчас на южных ступенях, на южной стороне Храмовой горы. Это уникальное место в служении Иисусу. Сегодня мы продолжаем говорить о том, что мы уполномочены лидерствовать, и о том, что сопротивление придает нам сил. Большую часть своего служения Иисус сталкивался с сопротивлением израильского народа. А до событий, описанных в Евангелии от Иоанна 7 главе, сопротивление усилилось невероятно. Во время праздника Кущи Иисус не смог сразу прийти в Иерусалим, потому что люди, находившиеся здесь, хотели Его убить. Иисус пришел позже. И в последний день праздника Он проповедовал прямо на этих ступенях. В те времена священники выливали на ступени воду, и это делалось в воспоминании о том, как по дороге из Египта в Ханаан Бог открыл скалу в пустыне и дал людям воду. В то самое время Иисус сказал, «Кто жаждет, иди ко Мне и пей». И из этого человека потекут реки воды живой. Даже в момент сильного противостояния Иисус смело говорил о плане Отца. Сегодня мы посмотрим на жизнь Ниемии и на то, как Ниемия использовал сопротивление, дабы сфокусировать свое лидерство и исполнить Божий план. Я знаю, что иногда нам сложно понять, что Бог может использовать сопротивление, направленное против нас, чтобы сделать нас лучшими лидерами. И в этой программе мы как раз об этом и поговорим. Если вы столкнулись с сопротивлением или противостоянием на работе, дом, в церкви, то вам обязательно нужно посмотреть этот выпуск. Бог будет служить вам сегодня. Я верю, что Он вам поможет. Вы можете позвонить нам и рассказать, как эта программа послужила вам. Или же вы можете зайти на наш сайт и рассказать нам свою историю, и мы помолимся за вас. Я очень люблю бывать в Иерусалиме. А также я люблю вспоминать о том, что Ниемия смог сделать за 52 дня. Только вдумайтесь в эту цифру. Стены были разрушены 400 лет до этого. Но Ниемия смог восстановить их всего за 52 дня посреди сильного сопротивления и противостояния. Бог может помочь и вам исполнить Его план, несмотря на все противостояние, с которым вы сталкиваетесь. Слово Божие говорит об этом четко и ясно. И Иисус смог это сделать. Ниемия смог, и вы сможете. Оставайтесь с нами, я вернусь через минуту, и мы начнем тему «Сила вашего сопротивления». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Одно лишь слово заставляет некоторых людей паниковать. Другие наслаждаются борьбой, а третьи наблюдают со стороны и следят за таблицей побед и поражений своей любимой спортивной команды или предсказывают стоимость акций компании. Противостояние — это длительный процесс. Со временем сопротивление делает человека сильным и более способным пережить какие-либо сложности в будущем. Экзамены заставляют студента учиться. Усердная учеба приводит к успешной карьере после выпуска. Ежедневные тренировки готовят спортсменов к большой игре. А игровой сезон готовит команду к плей-оффу. Даже работа с сопротивлением в семье может привести к ежедневному, постепенному и постоянному росту сплоченности в семье. Лидерские качества Неемии тоже прошли проверку. Он столкнулся с сопротивлением трех губернаторов — Санабалата, Тови и Гешем. Они хотели навредить Неемии, запугивали его фальшивыми письмами, обманывали с помощью лже-пророков и настраивали против него людей. Неемия не сдался и не просил помощи у царя Артаксерксен. Это противостояние придало ему еще больше сил. Тема сегодняшней программы — «Сила вашего сопротивления». Я верю, что Бог призывает новое поколение лидеров, которое восстановит то, что было сломано в нашем мире. В Исаии сказано, они отстроят вековые развалины, восстановят места, разрушенные в древности, обновят разрушенные города, что лежали в запустении, многие поколения. К этому мы призваны духовно, а Неемия сделал это физически. Сегодня мы извлекаем уроки из жизни Неемии. Это поможет нам стать лидерами, которые будут восстанавливать жизни людей. Один из главных уроков, которые мы можем извлечь из жизни Неемии, это то, что лидеры сталкиваются с сопротивлением. Неемия, 2 глава, 10 стих. Когда хоронитянин Саннабалат и аммонитский вельможа Товия услышали об этом, они были крайне возмущены, что кто-то пришел заботиться о благе израилетян. Запомните, если вы лидер, и вы исполняете важное видение, то вас обязательно ждет сопротивление. Неемия столкнулся с противостоянием Саннабалата, Товии и еще одного человека по имени Гешем, когда начал работу Божию в Иерусалиме. Саннабалат и Товия не стали дожидаться начала работ. Они начали свое сопротивление, как только услышали о видении, что Неемия приехал восстанавливать стены. Они стали лидерами движения сопротивления против Неемии. Они перепробовали все в надежде остановить его. Они использовали насмешки, вмешательства, клевету, запугивания и даже обман. Но во всех этих случаях Неемия смог преодолеть сопротивление, которое только укрепляло его лидерские позиции. Неемия победил сопротивление и исполнил Божью миссию. Дон Пьят сказал, «Величие человека можно измерить с его врагами». Если это так, то Неемия был великим лидером. Апостол Павел тоже понимал этот принцип. Если Бог призывает вас к чему-то, то вас обязательно ждет сопротивление. Он писал, «В Эфисе я пробуду до Пятидесятницы, так как здесь, передо мной, широко открыта дверь для служения, хотя есть и много противников. Чем больше задания, тем больше противостояния или сопротивления». Неемия имел большое задание и большое сопротивление. Лично я считаю, что сопротивление идет на пользу нашему лидерству, хотя иногда так не кажется. Джон Спенсер сказал по этому поводу, «Много хорошего приходит от врагов, от них может быть польза. Они мастера, которые подгоняют и обтесывают нас для Божьего здания. Они розги, сбивающие с нас пыль, и посудомойки, соскребающие ржавчину с наших душ. Если бы не враги, то как мы могли бы упражняться в доброте и милосердии, терпении и братской любви? Более того, враги — это огонь, очищающий и вода, вымывающая мусор из наших сердец». Традиция американских индейцев гласит, «Наши враги священны, потому что они делают нас сильнее». А Эдмунд Бург сказал, «Тот, что борется с нами, укрепляет наши нервы и оттачивает наши навыки. Наш противник — это наш помощник». Неемия проверил это на личном опыте. Санабалат и Товия укрепили его как лидера, хотя противостоять им было нелегко. И один из вопросов, которым должен задаться лидер, это «Как я справляюсь с ненавистниками?» «Как я справляюсь с теми, кто противостоит тому, что я пытаюсь делать для Бога?» «Как я преодолеваю сопротивление?» Есть три вещи, которые вам нужно делать по отношению к тем, кто противостоит вашей работе для Бога. Во-первых, ограничьте их. Не позволяйте другим украсть цель, которую Бог поместил в ваше сердце. Не дайте им остановить вас в том, к чему призвал вас Бог. Неемия ограничился Набалат и Товию и сопротивлялся тому, что они делали. Вам нужно смотреть на все так, как смотрит Бог, и убрать все то, что должно быть отсеяно, чтобы оставаться сфокусированными на своем видении. Неемия не позволил Набалат и Товию и Гешему остановить то, к чему призвал его Бог. Он блокировал их ненависть, чтобы продолжать работу на стене. Когда Бог дает вам великое задание, знайте, что вас ждет сопротивление. Поэтому примите решение ограничить его. Когда апостол Павел отправился в свою первую миссионерскую поездку, противостояние началось с первого же дня. Вместе с Варнавой они отправились на родину Варнавы, Кипр. Давайте прочтем, что с ними случилось там. Это Деяние, 13 глава. Они прошли весь остров и пришли в Пафос. Там они встретили одного иудея по имени Вар Иисус, который был колдуном и лжепророком. Он был с римским проконсулом Сергием Павлом, человеком большого ума. Проконсул пригласил Варнаву и Савла, желая услышать Слово Божие. Но колдун, которого также звали Елема, что значит «чародей», действовал против них и пытался отвратить проконсула от веры. Тогда Савл, он же Павел, исполнившись Святого Духа, посмотрел прямо на Елему и сказал, «Сын дьявола, враг всякой праведности, полной лжи и нечестия, неужели ты никогда не перестанешь искривлять прямые пути Господни? Рука Господа обращена против тебя. Ты будешь поражен слепотой, и некоторое время не будешь видеть солнечного света». Павел сказал, «Человек, который пытается помешать Божьему плану, будет ограничен рукой Божьей». Он сказал тому колдуну, «Ты ослепнешь, будешь ограничен, и не сможешь остановить нас в том, к чему призвал нас Бог». В проповеди Евангелия правителю Кипра. Что вы делаете? Когда люди ненавидят вас на вашей лидерской должности. Что вы делаете, когда сталкиваетесь с таким сильным сопротивлением, как Ниемия? В первую очередь вам нужно ограничить сопротивление. Не позволяйте им украсть из вашего сердца то, что Бог туда вложил. Я вернусь через минуту, и мы продолжим говорить о том, как разбираться с ненавистниками, или как преодолевать сопротивление, так, чтобы оно делало нас сильнее. Оставайтесь с нами. Я нахожусь в Иерусалиме, на южных ступенях у Иерусалимской стены. Я вернусь к вам через одну минуту. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поэтому вам нужно иметь высокие привычки, которые совпадают с вашими высокими мечтами. И если вы делаете все необходимое, работаете над сопротивлением, правильно питаетесь, достаточно и правильно спите, то ваши мечты становятся более реальными. Но они должны совпадать с вашими привычками и с тем местом, куда вы пытаетесь подняться. Сегодня мы говорим о силе сопротивления, поднимающегося против нас. Любой лидер, который делал что-то великое для Бога, сталкивался с большим сопротивлением. Так было и в случае с Неемией. В первой части программы я рассказывал вам о том, что вам нужно ограничить сопротивление или противостояние. Давайте продолжим учиться тому, как Неемия справлялся со своим сопротивлением и как мы можем справляться с ним в нашей жизни. Во-вторых, вам нужно учиться у ваших врагов или у тех, кто вам противостоит. Вы можете узнать о своих слабостях и неправильных решениях, и это полезно. Но не забывайте, что враги не будут помогать вам в ваших слабостях. Они хотят раскрыть ваши слабые стороны, чтобы использовать их против вас. А друзья, наоборот, стараются помочь вам стать лучше. Научитесь различать – это друг, который пытается помочь вам, или же это враг, который хочет помешать Божьей работе. Сталкиваясь с врагами, мы должны понимать, что мы учимся у них. Первое, чему мы учимся – это, что важно для царства тьмы. Если у нас нет врагов, то нам нужно пересмотреть наше видение, чтобы убедиться, преследует ли оно Божьей цель. Когда вы делаете то, что важно для Бога, сатана будет в ярости. Так, Неемия понял, что он делает именно то, чего хочет Бог. Восстановление стен было осмеяно Санабалатом, Товией и Гешемом, но это было важным делом. Стены должны были защитить людей и снять с них позор, а врагу этого не хотелось. Когда сатана выступает против вас, иногда это подтверждение того, что вы на правильном пути делаете то, к чему призвал вас Бог. Научитесь преодолевать сопротивление и извлекайте уроки из нападок ваших врагов. Что вы делаете такого важного, что сатана решил атаковать вас? Итак, нам нужно ограничить наших врагов. Во-вторых, нам нужно учиться у них. И в-третьих, мы должны их любить. Иисус сказал в Евангелии от Луки, «Я же говорю вам, тем, кто слушает Меня, любите ваших врагов, делайте добро тем, кто ненавидит вас, благословляйте тех, кто проклинает вас, и молитесь о тех, кто оскорбляет вас». Это 6 глава, 27 стих. Далее, притчи 25 глава провозглашают. «Если враг твой голоден, накорми его, если он хочет пить, напои водой, поступая так, ты соберешь горящие угли ему на голову, а тебя наградит Господь». Павел цитирует это место в послании к римлянам. «Если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Удивительно, что Иисус говорит, что мы должны любить тех, кто противостоит нам. Когда наши враги падают, мы должны служить им, любить их и помогать им. Так Бог говорит вам, не позвольте этому сопротивлению проникнуть в ваш дух. Не позволяйте вашему врагу достать вас, побеждайте зло добром, а ненависть любовью. Так ваше сердце будет чистым, и вы сможете исполнить то, к чему призвал вас Бог. Прощайте, отпускайте, забывайте. Благословляйте даже тех, кто вас проклинает, чтобы Бог мог обильно благословить вас в вашем лидерстве. Еще немного поговорим о сопротивлении. Когда я иду в спортзал, то иногда использую специальные ремни сопротивления или эспандер. Я использую их для занятий. Они мне не очень нравятся. Когда я начинаю тренироваться, моему телу не нравится сопротивление. Но с годами я понял, если я продолжаю заниматься, то становлюсь сильнее. Я использую ремень побольше или даже два-три ремня вместе. Чем чаще я делаю упражнения на сопротивление, тем сильнее я становлюсь. То же самое касается лидерства. Чем больше сопротивления вы преодолеваете, чем чаще вы преодолеваете противостояние, тем сильнее вы становитесь как лидер. И очень часто сопротивление идет нам на пользу. Вы только посмотрите. Сопротивление заставляет нас больше молиться. Когда кто-то противостоит нам, мы чаще обращаемся к Богу в поисках Его благодати. Во-вторых, сопротивление заставляет нас исследовать себя и наше видение. Когда люди выступают против нас, и мы сталкиваемся с противостоянием в Божьем призвании, то это заставляет нас задуматься. Делаем ли мы то, чего хочет от нас Бог или нет? В-третьих, сопротивление увеличивает срочность. Неемия быстро построил стену вокруг Иерусалима, потому что на него давили Саннабалат, Товия и Гешем. Сопротивление заставило его собраться и начать действовать. Писание говорит нам, что те, кто работали на стене, включая Неемию, 52 дня даже не меняли одежду. Они осознали всю срочность той работы. В-четвертых, сопротивление упражняет нашу веру. Когда мы сталкиваемся с сопротивлением в нашем лидерстве, нам приходится доверять Богу и верить, что Он сделает невозможное. А последнее, сопротивление укрепляет нас для будущего лидерства. После каждого противостояния мы становимся сильнее, и Бог готовит нас к следующему уровню лидерства. Так было в жизни Давида. Давид был одним из величайших лидеров в истории, чей дом находился недалеко от этого места, где я сейчас. Давид начинал как пастух, и ему пришлось часто преодолевать сопротивление. Все началось еще в доме его родителей. Иесей не считался с Давидом. Когда Самуил пришел к ним в дом, чтобы найти среди сыновей Иесея того, кто станет следующим царем, Иесей даже не позвал Давида. А отец и братья не считались с ним, но Давид преодолел это непринятие и продолжал любить их. И это сделало его сильнее. Затем Давид встретился со львом и медведем. Перед битвой с Голиафом он сказал, «Я видел, как лев и медведь пытались украсть овец, но я убил их». Всякий раз преодолевая сопротивление, Давид становился сильнее и сильнее, пока он не оказался перед Голиафом. Он бросил камень и сразил Голиафа. Во всех этих случаях Бог готовил Давида к переходу с одного уровня, лидерство на другой. Когда Голиаф пал и Давид отрубил ему голову, он столкнулся с новым сопротивлением, в этот раз со стороны его лидера и наставника, царя Саула. Злость Саула заставила Давида покинуть столицу и несколько лет жить в пустыне. Восемь лет своей жизни Давид бегал от царя Саула. Но Давид сражался. Он сражался с желанием напасть на Саула. Он сражался со своими чувствами. Он прощал, продолжал любить и уважать Саула. И Бог готовил его к следующему уровню лидерства. Затем Давид стал царем над Иудеей и Вениамином. Бог привел его на трон. Он был рожден для этого. Это была его судьба. Это было конечной целью его лидерства. Но даже после этого его ждали семь лет гражданской войны. Всякий раз, когда Давид побеждал сопротивление, поднимая штангу лидерства, которую дал ему Бог, Бог делал его сильнее и готовил его к следующему заданию. Возможно, то же самое происходит сейчас и с вами. Бог готовит вас к следующему заданию в вашем лидерстве. И поэтому вы проходите через сильное сопротивление. Позвольте сопротивлению провести свою работу в вашей жизни. Продолжайте ограничивать, любить и извлекать важные уроки. И Бог приведет вас в то место, для которого Он вас избрал. Пусть Бог благословит вас. Я вернусь к вам буквально через одну минуту. Здесь есть 72 минуты. Я вернусь к вам, Гоб familia поп 자신 в последнюю, Я вернусь к вам. Я вернусь к вашему лидеру! Это n' brief. Я вам величис общество с væлоком! Артур区 своего genuinely кого-то白ушка, zhou. Всем привет! Всем привет! Еще 76 всего Цар급Del. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...